всем привет друзья меня зовут вилли вы на канале мотохайкер сегодня я хочу поговорить с вами вот об чем на какую тему как вы наверно по последним видосом заметили я немножко увлекся авиации осуществил так сказать свою давнюю мечту полетать так вот я вам что хочу сказать скажем так если сравнивать эмоции от полетов на самолете ну на том же плане или на том же пайпере тоже моторизированный самолет и езда на мотоцикле то лично вот мое ощущение мой личный опыт я вам скажу вот этот вот аппарат дает гораздо больше эмоций скажем так от меня до аэродрома ехать ну сколько-то минут 35-40 если по правилам если по правилам 40 до если соблюдать скоростной режим на всех знаках скажем так и ну где километров 40 тоже получается по расстоянию скажем вот я ехал утром туда вечером обратно поверьте вот за весь день вот утром когда едешь туда и когда возвращаешься домой вот на этом красавцы то эмоции получаешь гораздо больше то есть вот отдыхаешь как-то нежели ты летаешь на том же самолете я сейчас молчу про полеты там знаете какие-то там фигуры пилотажа там тоже дух захватывает несомненно ну я просто сравниваю обычный полет скажем по прямой какие-то легкие такие повороты ну то есть такой такой прогулочный полет то в принципе не вызывает особо эмоции также модернизированная техника скажем да летал я вот на пайпере мой крайний видос как как раз поэт по этот полет ну сидишь в этом самолете ну как в автобусе грубо говоря эмоции те же ну вид конечно немножко другой в целом не особо интересно поэтому я отдаю свое предпочтение все таки вот этому двухколесному коню который дарит нереальные эмоции пусть это не литр да это всего лишь 650 кубов но мне его как бы с головой хватает и обогнать могу если надо в основном просто стараюсь ездить по правилам поэтому в литре ну абсолютно не вижу смысла скажем если надо дать газу там где-то ну если если возникнет нужда то в принципе этого аппарата будет вполне достаточно что касается авиаклуба да я после месяца пребывания в этом клубе после четырех выходных решил все таки завязать пока что с авиацией как бы потому что опять же ребята я вот сравнил эти эмоции я думал мне авиация будет тоже давать какие-то эмоции в принципе все что мы делаем и делаем ради каких-то эмоций поэтому я решил не тратить на это время сейчас сконцентрироваться на другие дела опять же тематика канала мотохайкерство я сейчас планирую если все даст если повезет то ближе к концу месяца все-таки вырвусь в швецию в норвегии там посмотрим куда занесет в общем план в планах есть кому интересно следите за каналом за инстаграмом ссылки там найдете где-нибудь кому действительно интересно а что касается авиаклуба но я скажу тема клубов она вообще она не моя эта тема кому-то нравится в какие-то клубы кому-то вот мне не зашло не знаю будь это любой какой-то клуб хоть мы хоть мотоклуб хоть какой вообще я не клубный человек мне мне наедине с собой как бы комфортно приятно поэтому я не ищу клубы опять же в клубах это вот в том же авиаклубе подразумевается что ты будешь там работать это значит что ты вот пришел в субботу в свой выходной день утром к девяти часам и уходишь только вечером часов там восемь скажем или позже когда как и все это время ты по сути там работает что и не просто летаешь там ты летаешь на минут 10 в среднем грубо говоря это если повезет еще не каждый день ты ну да тебя очередь может дойти там еще что-нибудь поэтому не факт что ты полетаешь поэтому я так прикинул делать там это лицензию пилота но это будет адски долго и дорого дорого в плане не денег а в плане времени хотя и денег тоже уйдет скажем так ну за год участие в этом клубе у где-то будет мне я прикидывал если там там есть нюансы либо ты там 40 часов в год в год должен отработать на благо клуба какие-то там не знаю там зимой это в основном у них происходит либо 40 часов ты должен заплатить по 8 евро за час получается там 320 евро плюс там месячные взносы ну и таким образом получится где-то 1000 в год скажем чтобы получить ту же лицензию пилота того же планера то уйдет два-три года вот и посчитайте это уйдет две-три тысячи евро плюс если вы будете налетывать грубо говоря вот как я налетовал да там 10 минут в день то это вам придется очень 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 долго там находиться физически получается вы будете все лето весну и осень то есть ну пока погода позволяет будете находиться исключительно там с утра до вечера и работать в чем заключается эта работа скажем на повседневку ты когда туда приходишь там собираются люди такие же как ты нигде есть группа людей там человека 4 типа как ученики студенты пилоты так скажем есть люди которые инструктора которые имеют право преподавать скажем так это дело и есть люди которые приходят туда со своими планерами и летают так вот вот эти люди которые как бы студенты они по сути там ну как муравьи как пчелки то есть должны все вот это дело обслуживать то есть те кто приезжает со своим планером они платят те же самые взносы что и ты грубо говоря но они тупо летают они взлетели сели взлетели здесь и сели а те ух те люди у которых нет своих планеров типа как студенты они получаются вот это дело все обслуживают таскают толкают помогают держит а это поверьте за день так выматывает то есть я приходил вечером вы мод вы матом физически настолько я на работе так не выматывался ладно бы это бы еще как бы ты понимаешь да что ты идешь туда для чего ну еще такое отношение там при этом что ты должен действительно швашать чтобы прям вот доказывать что то что ты вот работаешь что ты вроде как заслужил полетать теперь просто если перевести вот это затраченное время в днях в часах в годах до сколько идет мимо тебя упущенной прибыли сколько ты можешь денег где-то в другом месте заработать это получается колоссальная сумма поэтому дешевле в разы отучиться в какой-нибудь обычной авиашколе падает да это на первый взгляд кажется дороже но во первых это будет по времени очень быстро ну дешевле дешевле в конце концов для кого и едет вот идеально эти клубы я бы сказал но это для тех людей кто ищет общение кому вот прям действительно у кого есть сильно много свободного времени его некуда дети вы прям вот жаждете чтобы какой-то коллектив вокруг вас был общение это может быть для вас это будет как бы идеальный вариант или же скажем у вас есть лицензия пилота планера есть свой личный планер и вам нужно просто место где вы можете полетать то есть вы платите взносы эти там по 60 евро в месяц приезжайте туда со своим планером и вас запускают в воздух сколько за день там можете взлететь 7-10 раз когда как и вас будут по сути обслуживать за ваши 60 евро тоже идеальный вариант но идти туда учиться летать это такое сомнительное удовольствие поэтому я подумал думал нахер мне это надо ну у меня нет столько времени чтобы тратить на это я сделал свои 55 вылетов как бы и понял что эмоции то особо-то таких утром вау нету потому что есть чем сравнивать вот с этим конем если бы не было мотоцикла да еще может быть я бы это по-другому как-то воспринялся и оценил но покатавшись вот на этом почти 20 тысяч чуть меньше чем за год и он все равно еще дарит мне эмоции поэтому я подумал пока не 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 я повременю может быть потом сделаю лицензию какую-нибудь на ультралегкий самолет это такие знаете такие небольшие двухместные самолеты лицензия на них принципе несложная относительно недорогая тысяч за 6 евро можно сделать и причем относительно быстро так что я пока что эту мечту идею отложил в долгий ящик рано или поздно я к ней вернусь вот собственно такие вот дела конечно ребят если у вас есть вопросы какие то не стесняйтесь задавайте в комментарии я постараюсь на них ответить ну а на этом я буду заканчивать свое видео сейчас посмотрю цепь не заржавела она или нет при необходимости буду смазывать пизо комбинации